Приветствую всех зрителей первого циничного канала от своего свободного канала. На своем канале я тоже философствую, рассуждаю о своих мнениях, о своих взглядах на свободу, на жизнь. Так вот, хотелось бы записать вот это видео, потому что услышал много историй по поводу гонения на церковь. И хотелось бы, конечно, записать свой ответ, свою историю, которая произошла непосредственно с моим прадедушкой, который именно оказался в этой эпоху, жил в этой эпоху, и что с ним произошло. Так вот, поехали. Мой прадедушка учился и жил в Казани, то есть он учился на Муллу, и был уже практически полностью обучен, он знал практически Куран наизусть, и очень хорошо во всем разбирался, во всех, и буквально вот-вот уже мог бы стать Муллой. Но как раз в то время уже появились вот эти гонения на церковь, ну, заодно и на мечети, там и на другие религиозные сооружения. Так вот, и мой дедушка, извиняюсь, мой прадедушка вынужден просто из Казани, забрав некоторое количество мусульманской литературы, вынужден был просто бежать, бежать из крупного города в маленькую такую захудалую деревушку, тихую, где не было поменьше этой советской власти. Я не буду говорить название деревни, но это буквально не важно. Так вот, там он, он там, конечно, и этот, обжился. Ну, так вот, что дальше было? Далее это советская власть, которая уничтожал все церкви, все мечети. Она даже добралась вот до этой маленькой деревушки. Там было три мечети, все три мечети, которые там были, полностью были уничтожены. Все муллы, которые там были, полностью отправлены были в Сибирь. Один мула из Сибири успел один раз написать письмо, то, что у него адские условия, и все, больше об этих трех муллы больше ничего не известно. То есть, ну, понятно, что они все умерли там, на каторге в Сибири. Кто-то сразу пулю в голову получил, кто-то просто умирал там в Сибири на каторжных работах. Насчет моего прадедушки. Он просто вынужден был прятать свою информацию, все знания, которые он получил в Казанской мечети. Он был вынужден прятаться, говорить, что он ничего не знает. Но при этом, при этом он посещал мечеть. И когда уже мечети были уничтожены даже в той деревушке, то есть, люди, которые там просто... Мечети были уничтожены, а из основной мечети, конечно, сделали клуб. То есть, представляете, да, из религиозного сооружения, из мечети сделали, блин, клуб, где можно танцевать, веселиться, заниматься всяким мракобесием. Это из религиозного сооружения. И самое страшное, всю литературу, которая находилась в этих мечетях, они ее сжигали, эти коммунисты, эти пособники сталинизма. Так вот, они всю литературу сжигали, и что сделал мой прадедушка? Я считаю его своим настоящим героем, который пошел против системы. Он был вынужден прятать, собрать, он и мой дедушка. Они были вынуждены взять часть литературы мусульманской. А понимаете, в те времена мусульманская литература, где написано... Это не то, что сейчас взял в интернете, скачал книжку, распечатал на принтере, и все. Нет, тогда каждая литература, каждая книга, это была на вес золота. Ее практически невозможно было достать. Часть была написана на тюркском языке, на турецком языке, как говорят сейчас. Часть была написана на арабском. Ну, если кто не знает, например, раньше татарского языка, как татары, как говорится, писали не используя русские буквы, а использовали именно турецкие буквы. И поэтому большинство литературы было именно на турецком языке. Так вот, отвлекаясь... Самое основное, хотел сказать, самая основная моя мысль в том, что он пошел против системы. Он взял втихаря, в тишине, пока никто не видел. Он взял всю эту мусульманскую... Не всю, но часть мусульманской литературы просто и спрятал у себя где-то то ли в этот... То ли в сарае, то ли еще в каком-то месте. Только для того, чтобы вот эти потомки, чтобы вот эти сталинисты, чтобы вот эти вот, кто боролся с религией, чтобы просто не сожгли эту литературу. И самое страшное, ведь они все прекрасно в деревне, они все друг друга прекрасно знают. И они были постоянно обуски, были у моего прадедушки, постоянно искали. И поэтому он не мог прятать всю литературу дома. И поэтому вынужден был прятать ее в сарае. Но, как известно, в сараях там пакеты и все такое не изобрели еще. И поэтому сырость, влага и множество, конечно, природных условий испортило литературу. Но часть литературы все-таки сохранилась. Вот такая вот короченькая история про моего прадедушку, который действительно рисковал своей жизнью, своим здоровьем, своей... Не знаю, он бы тоже отправился бы в Сибирь. Его бы же также уничтожили эти сталинисты бы, если бы узнали, что он прятал литературу. Но он вопреки этого, вопреки этого, все-таки попытался сохранить литературу мусульманскую. И при этом мечети были запрещены, но он намаз и другие обряды все делал дома. То есть в тишине, втихаря, чтобы никто не видел. Но при этом все-таки религию он сохранил. И он сохранил, и мой дедушка, и мои родители той же религии все-таки сохранили внутри. Вот такая моя коротенькая история по поводу гонений на мусульман, которые происходили в сталинские времена. Если у вас есть какие-то мысли, пишите. Подписывайтесь тоже на мой свободный канал. Всем спасибо, всем пока.